Вчера в 9 часов вечера на перекрестке Белинского-Куйбышева приключилась трагикомическая битва шестерки с трамвайной остановкой. Хотя наиболее горячечные умы могли бы заподозрить и проделки террористов-исламистов. Известно, что на перекрестке Белинского-Куйбышева дислоцируется Всемирный торговый центр. Любимое лакомство исламских летчиков. И вот вчера вечером в сторону WTC летела шестерка «Жигулей». Низко, но летела. Достоверно неизвестно, хотел ли пьяный 44-летний пилот Виктор Иванов пронзить своим низколетательным аппаратом Всемирный торговый центр. По жалкому подобию нью-йоркского варианта. Но на пути пьяной шестерки грудью встала трамвайная остановка с ее металлическими фрагментами. Столкновение получилось жестким. Пьяная шестерка по ходу дела смела дорожный знак, предписывавший держать чуть правее, и носом наделась на полосатый металл. Передняя часть автомобиля погибла насовсем, прогнувшись под ударом судьбы. Остановка отделалась потерей одного профильного элемента. По счастью, никто ни на остановке, ни в машине не погиб, и потому будет уместно рассказать о смешном. Забава случилась сразу после удара. Когда на месте стычки появилась видеокамера, за рулем шестерки никого не было. Но зато на заднем сидении, прижав попу, тихонько мышкой сидел усатый дядька и прикидывался пассажирам. «А где же водитель?» – спросил корреспондент. «А он это типа убежал», – неуверенно ответил скромный усатик. Многие БДДшники рассеяли этот туман. Просто водитель Иванов проявил скромность, решил прикинуться ветошью и переполз назад. Но его замысел раскусили. Теперь этому мужчине придется А – лишиться прав за пьяное вождение, Б – скомпенсировать денежками разгром трамвайного ограждения, и В – потратиться на регенерацию расхлёстанной машины. Ведь она ему может понадобиться. Причем без прав. Что же касается остановки, то понаехавшие аварийные работники отрезали от нее погнутый кусок, чтоб он не мешался ни людям, ни трамваям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!